Многолекий образ Александра Невского Одно из них – ответы на вопросы, где необходимо показать не только свои знания, но и свое видение того или иного события, связанного с великим князем. Как увековечено имя Александра Невского в разных городах? Почему его образ актуален в 21 веке? Каково значение святого благоверного князя для современного православия? Он был очень добр. Он никогда за свою жизнь не поднял ни на кого руку. Он всегда любил людей, он их уважал. У него были очень хорошие, добрые качества. Человеком был очень хорошим. Мы создали карту, с помощью которой мы также узнали, что происходило во время эпохи Александра Невского, что он делал и в какие года это происходило. На этой карте мы нарисовали внутреннюю политику Руси 1220 по 1261 годы, поездку Александра Невского в Орду, монгольское нашествие, битвы на Калке, монгольская империя и внешняя политика на Западе. При выполнении заданий ребята используют различные информационные технологии. Одна группа готовит виртуальную историческую реконструкцию сражений талантливого полководца. Другая с помощью специальных интернет-ресурсов исследует личность Александра Невского с разных сторон. Был даже такой факт, что Александр Невский ездил в Орду и выкупал невольных русских, возвращал обратно на родину. То есть это свидетельство о его патриотизме. Вот как раз на фоне личности Александра Невского мы составили несколько отделений, несколько шапок. То есть каждая шапка включала в себя его качество как семьянина, как личность, как князя, какие у него были достижения, каким он был дипломатом, что он сделал и так далее. В ходе этого проекта мы очень много узнали об Александре Невском. Было очень приятно работать с этим проектом и очень хорошо, что сейчас в 21 веке у нас есть доступ в интернет и мы можем свободно изучать историю дома. Интересным было для ребят и составление генеалогического древа великого русского князя. Как отмечают участники проекта, они были удивлены, что у представителей этой родословной оказалось порядка 100 человек. Мы взяли древо до рождения Александра Невского и после. Оно получилось очень большим. Там дети, внуки, правнуки и даже до сейчас, в которое время. Нам очень было интересно поработать с генеалогическим древом, которое мы составили. Мы разобрались в его родословной, в его предках. Нам было очень интересно узнать какие-то события из его жизни также. И мы надеемся, что мы тоже будем также составлять свое древо, будем узнавать какую-то, продолжать его историю, брать какую-то свою историю. Проект сам по себе интересен тем, что он стоит на объединении, скажем, исторических событий, связанных с Александром Невским, и технологий сегодняшнего дня. Сегодня у нас очень развиты различные сервисы сети интернет, и поэтому, когда ребята что-то изучают, то раньше они могли записать это в тетради, где-то сохранить в блокнотике. А сейчас они создают уникальный материал, который выкладывается в сети интернет, и который может быть просмотрен многими ребятами, такими же, как они, сверстниками. А еще, благодаря этому проекту, как отмечают его координаторы, ребята учатся исследовать, мыслить и даже дружить. И все это на богатом историческом материале, который связан с личностью Александра Невского.